Предупредить несчастные случаи на воде. С наступлением жары по Волге начали курсировать спасательные катера. В профилактический рейд с сотрудниками МЧС отправилась и наша съемочная группа. На улице за плюс 25 многие ищут спасения от жары в воде. Инспекторы Гимска всегда на стороже, купающихся в море. Но многие даже не понимают, что подвергают свою жизнь и жизнь своих детей опасности. Сотрудники МЧС раздают отдыхающим памятки о том, как вести себя на пляже и в воде. Делитесь, пожалуйста, на внимание. Памятку вам по безопасности. Как видите, ребенка не оставляйте без присмотра. Потому что смотрим, один стоит, дети гибнут у нас очень часто на воде. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Очень забывают родители. Даже в местах, где купаться разрешено, нужно помнить о безопасности. Эти правила МЧС напоминает постоянно. Не заплывать за буйки, не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра. Конечно, мы знаем правила поведения, мы присматриваем. У нас в жилетах дети купаются. И с кругом. За теми, кто нарушает границы пляжей и заплывает далеко от берега, обязаны следить спасатели. На левобережном городском пляже их дежурит трое. Все хорошо, нарушений нет. Бдим, смотрим, наблюдаем. В разгар летнего сезона сотрудники МЧС призывают людей быть внимательными и соблюдать осторожность во время купания. В течение недели только, как наступила жара, мы имеем по республике 8 человек погибших в результате утопления. К сожалению, из этих 8 человек трое детей у нас. 6 и 9 лет. Чаще всего несчастные случаи происходят на диких пляжах и в сельских поселениях. Ведь на необорудованных местах нет спасательных постов. Кроме того, дно водоемов и качество воды никто не проверял. Я настоятельно рекомендую нашим гражданам пользоваться именно оборудованными местами. Потому что в таких местах всегда людно. Есть люди. Случись беда какая, плохо себя почувствовала именно в воде или что-нибудь такое, всегда придут на помощь. Катер бороздит воды Волги. Инспекторы ГИМС проверяют и владельцев маломерных судов. Государственная инспекция по маломерным судам. Государственный инспектор Шум. Документы, пожалуйста. От нормы стабжения у вас спасательные жилеты вижу на вас. Жилеты есть? Конец Александрова. Тоже есть. Подобные рейды сотрудники МЧС выходят ежедневно. Но важно помнить, что главным спасателем для человека всегда остается собственный разум. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика. Субтитры alkalin. Продолжение следует...